Мир и спокойствие находятся под угрозой. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, о чем таджики предупредили властей Таджикистана. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. В своем видеообращении группа 44 обратилась к Рустаму Эмамали по ситуации Гбао. Они просят взять ситуацию в Хароге под свой личный контроль и оказать им поддержку в сохранении мира и стабильности в области, которые находятся под угрозой из-за действий правоохранительных органов. Видеообращение было опубликовано информационным порталом по Мир Дали Ньюс вечером 19 декабря. Обращение было зачитано руководителем группы 44 Фарамузом Иргашевым, который отметил, что 25 ноября этого года правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий, связанных с задержанием Глубедина Зиобекова, убили его. Также они ранили двоих людей. Это стало причиной того, что на площади имени Исмаила Самани города Харог собрался стихийный митинг, который был результатом эмоций населения. В ходе митинга, по словам Иргашева, под государственным символом флага Республики Таджикистан, герба страны и памятников основоположника таджикского государства Исмаили Самани, были обстреляны 17 человек, из которых двое погибли. Но следствие по этому поводу не ведется. Сейчас возбуждено уголовное дело только за избиение сотрудников правоохранительных органов в ходе этих митингов. Относительно убитых и раненых ни слова не говорится. Относительно гибели Зиобекова следствие продолжается, отмечает Иргашев. Далее в обращении говорится, что толерантный народ Бадахшана всегда с высоко поднятой головой преодолевал все сложности и поддерживал политику главы государства. Хотя в Бадахшане всегда были самые высокие цены на рынках, самые высокие цены на ГСМ и электричество и самые худшие дороги в этой стране. Но когда среди белого дня убивают местных жителей за преступления не столь тяжкие и очерняют население посредством социальных сетей и СМИ, оказывают давление на работников сферы образования и здравоохранения, предпринимателей и других, это разрушает все рамки толерантности и терпимости. А как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мир и спокойствие, единство таджикского народа, целостность таджикского государства, которое лидер нации, президент страны Мамали Рахмон достиг с большими сложностями в ГБАО, сегодня находится под угрозой и может привести к их угрозе в целом в Таджикистане. В связи с этим мы, миролюбивый народ Горно-Бадахшанской автономной области, сторонники мирной политики, главы государства Мамали Рахмона, обращаемся к вам с надеждой, чтобы ситуация в ГБАО и вопрос поддержания мира и стабильности области были обсуждены на очередном заседании Маджлиси Али Маджлиси Мили и, используя все свои знания, влияния, взяли ситуацию в Хароге под свой личный контроль и строгий надзор и оказали нам свою поддержку, отметил Фарамус Иргашев. Между тем, как сообщают корреспонденты и пресс-секретарь группы 44 Худжамри Пирмамадов, ситуация в Хароге остается напряженной. «Под нашим данным, на крыше зданий университета и администрации города уже подняли оружие и боеприпасы. Вместо обещаний устранить военных на блокпостах, напротив, произошло их усиление. Народ на напряжении хочет снова выйти на митинг, но мы их сдерживаем. Мы надеемся, что Рустами и Мамальет отреагируют на наше обращение и ситуация будет стабильной», – говорит Пирмамадов. По его словам, больше всего обстановка нагнетает структура ГКНБ, которая отправляет повестки участникам митингов, которых обещали не преследовать, и снимает фильмы, в которых обвиняют всех в преступлениях. Как вы относитесь к такому голосу народа, который очень долго молчал в свои ответы, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok